добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим довольно необычный автомобиль это subaru outback довольно интересная машина которую хочется рассмотреть и рассказать вам эту машину пригнали из сша специально для нашего клиента давайте же посмотрим что это такое итак начинают с внешней части автомобиля просто хочется сказать во первых довольно необычный дизайн очень интересный и точно ни на что не похожий машина прям показывает своим внешним видом что она готова преодолеть не только дороги асфальтированные но и выезжать полностью на бездорожье у нас очень много элементов которые окрашены в черный матовый все точнее даже это не черный матовый цвет это текстурный пластик специально чтобы они не так сильно было видно повреждения также у нас накладки на арке тоже выполнены в таком же стиле это очень удобно как я говорю на бездорожье машина смотрится интересно очень объемная передняя часть благодаря тому что у нас контрастный статус присутствует то есть машина сама по себе белая черные вставки у нас идут по бокам темно-серая решетка вставка в решеткой радиатора и сама решетка радиатора довольно необычной формы то есть машину прям сразу узнаешь и понимаешь что это за бренд она прям очень сильно отличается от всего что у нас сейчас есть на дорогах нашей страны фары у нас здесь стоят современные светодиодные которые отлично обеспечивают освещение в любых погодных условиях днем ночью без разницы они также следуют за рулем то есть могут поворачиваться у нас сами модули чтобы подсвечивать те зоны куда вы собственно едете и также ptf противотоманные фары у нас здесь тоже светодиод ну в общем самые современные решения у нас здесь как раз таки сконцентрированы также на передней части под логотипом subaru у нас находится камера переднего вида достаточно хорошо сделано что ее так сразу не и не заметишь нужно прям присесть посмотреть что она там имеется но в общем она не выделяется и не привлекает к себе много внимания в принципе здесь на самом деле большое количество камер различных датчиков которые обеспечивают вам безопасность у subaru собственная система разработанная по превентивной безопасности это автомобили камеры у нас присутствует под лобовым стеклом целых три штук от можете обратить внимание как они прям смотрят в разные стороны абсолютно и также задней части автомобиля у нас есть камера заднего вида переходим далее на автомобиле у нас установлены оригинальные диски 18 размера они у нас полированный лицевой частью так называемая алмазная про . за ними находится тормозная система суппорта это стандартная скоба двухпоршневой суппорт в принципе автомобиль у нас не самый тяжеловес в своем классе так скажем и такой системы должно вполне хватать ну и плюс это у нас не спорткар все должны понимать эта машина которая больше предназначена для внедорожья кстати про внедорожье очень интересно как здесь сделаны пороги у этого автомобиля во первых они у нас выше чем даже передний свес что позволяет преодолевать уклоны то есть при проезжать через какую-то горку не цепляя теми самыми порогами у нас тоже сделаны очень такой интересной формы и сделаны также из текстурного черного пластика чтобы не было видно на них всех повреждений которые могут появляться при использовании машины что еще интересно это рейлинги во-первых посмотрите какой они необычные формы у нас идет не просто сам рейлинг а в них уже встроены поперечни то есть не нужно покупать отдельные поперечины чтобы установить на крышу багажную систему просто поднимаем вот эти вот поперечины встроенные сюда устанавливаем их на другую сторону с другой стороны также и уже ставим багажник на готовую систему на крышу очень удобно что изначально прям завода это у нас предусмотрено и нужно тратить лишнее время свое деньги и так далее чтобы заморачиваться этим вопросом также у нас здесь на крыше видно что есть люк очень приятно в летнее время года открыть крышу так скажем над головой и насладиться солнечными днями под капотом у нас находится оппозитный двигатель впрочем это такая фишка subaru двигатель в котором у нас цилиндр расположены на 180 градусов друг от друга то есть поршни у нас ходят нестандартно как в рядных двигателях либо v-образных вертикально либо немножко под углом они прям полностью развернуты и ходят вот так вот сделано для для того чтобы снижать центр тяжести в автомобиле потому что такой двигатель у нас ну как я играл стоит не вертикально а как бы развернут на 180 градусов и соответственно его можно расположить ниже автомобиля что лучше сказывает сказывается на управляемости и отзывчивости руля на автомобиле это 2 и 6 на турбине 260 лошадиных сил естественно двигатель у нас бензиновый и тут в принципе как и на прошлых моделях subaru у нас сверху расположен интеркуллер но при этом если помните старые автомобили subaru импреза то в принципе и новый у них имеется такое воздухозаборник на капоте прямо вот в этом вот месте чтобы у нас он забирал воздух и охлаждал интеркуллер и мотор получал более холодный воздух здесь же у нас на капоте как видите воздухозаборника нет но при этом у нас вот такая вот система расположена под капотом то есть машина забирает воздух через верхнюю часть решетка радиатора он попадает у нас сюда и уже проходит через всю эту систему и подавая воздух холодный прямо на интеркулер то есть тем самым производители не жертву дизайном и обеспечивают также хорошую продувку интеркуллера в задней части автомобиля как я и говорил у нас имеется сама камера заднего вида но это не все потому что сверху в плавнике у нас становлю еще одна камера которая следит за автомобилями сзади и краски обеспечивает ту самую превентивную безопасность системы subaru тут же у нас тоже очень много черного текстурного пластика очень удобно что на верхней части бампера у нас присутствует накладка то есть если вы будете что-нибудь грузить в багажник нет риска того что вы поцарапаете бампер придется перекрашивать на таких элементах я говорил это меньше всего заметно открываем багажник дверь у нас кстати здесь сервоприводом автоматическое что интересно что в панели заднем три багажника у нас есть плафон света очень удобно что у нас прям сперс сверху находится и светит собственно на все пространство тут же у нас есть шторка которая фиксируется в двух положениях таком вот верхнем в промежуточном и собственно можно ее вообще отсюда убрать и даже снять полностью далее большое пространство в багажнике в принципе думаю все что необходимо вы точно здесь можете перевести также можно отсюда же опустить задний ряд сидений потянув слева и справа за специальные рычажки я не собственно опускаются тем самым у вас получается полностью ровный пол и теперь точно даже какие-либо там стройматериалы что-то габаритная крупногабаритная вы можете здесь с собой увезти куда угодно что еще интересно что очень много крючков справа слева которые выдвигаются тут даже у нас есть еще крючки снизу дополнительные есть крючки чтобы все это зацепить у нас также идет завода уже здесь коврик прорезиненный чтобы пространство багажника у нас легче было вымывать и ухаживать за ним справа есть дополнительная ниша в стенке багажника чтобы вы могли хранить мелкие вещи чтобы они у нас не летали по багажнику и тут такого чехольчики оригинальном subaru у нас находится сетка который мы можем закрепить на полу багажника чтобы вещи которые у нас здесь находятся не перемещались и не создавали лишний шум и дискомфорт при езде на автомобиле еще дополнительно если мы вот так вот уберем сейчас сетку и поднимем отсюда коврик который у нас здесь есть на скрывается подпол этого багажника вот таким вот образом у нас это все делается и тут скрывается еще у нас запасное колесо и комплект для собственно его замены и еще хочется обратить внимание что на левой стенке багажника у нас расположен сабвуфер и как вы могли заметить это сабвуфер аудиосистемы harman kardon то есть отличная музыка у нас здесь будет салоне это сто процентов и у нас здесь в принципе в этой системе harman kardon она включает себя 10 динамиков усилитель и сабвуфер это обеспечивает прекраснейший звук для всех кто находится внутри этой машины перемещаемся в салон у нас здесь достаточно хорошая отделка из гладкой кожи на по сиденье и она в принципе вся нижняя часть салона сделана из коричневой кожи верхняя часть сделана в черных оттенках руль у нас также перешит натуральную кожу в нем у нас кстати есть обогрев что очень приятно обогрев у нас также есть в передних сидений в задних передних также у нас есть вентиляция память под двух пассажиров на сидение водителя подколенный валик поясничная подкачка большое количество настроек самого сидения на самом деле очень приятно что в автомобиле такого уровня у нас такое количество различных опций по только сиденья касающиеся по самому рулю у нас здесь также есть лепестки слева стандартного управления магнитовой мультимедиа системой справа управление адаптивным круиз-контролем машина может держать дистанцию за впереди идущим автомобилем держаться за ним также держаться в полосе то есть можно принципе особо активно не пользоваться рулем на дальней дистанциях очень приятно это и комфортно за рулем у нас находится приборная панель сами приборы механические а по центру находится дополнительный экранчик на котором выводится вся информация по автомобилю также по экрана мультимедиа систем можете обратить внимание что у нас стоит по центру салона вертикально прям как смартфон либо планшет тут у нас главный экран со всеми приложениями которые имеются в автомобиле также есть карты навигация собственно сама мультимедиа точнее музыка прослушивание музыки можно открыть приложение которое есть здесь у нас видите присутствует carplay и android auto и также приложение от subaru их собственная фирменная снизу настройки в принципе все по автомобилю их достаточно большое количество то есть основные настройки звучания той самой системы harman kardon настройки навигации далее переходим настройки подключения различных устройств радио настройки автомобиля отсюда же у нас настраивается та самая система безопасности фирменная subaru ай сайт которая включается большое количество камер и радаров отсюда же можно настроить без ключевой доступ ну и в принципе все остальные настройки тут на самом деле можно провести большое количество времени как раз таки вот отсюда видим также тот самый режим x-mod это тоже фирменный режим subaru который помогает перемещаться по внедорожью контролирует мощность двигателя полного привода и так далее далее переходим есть отдельное меню в котором у нас имеется кренометр который показывает положение автомобиля в пространстве углы наклона и интервалы обслуживания автомобиля далее что мы еще можем здесь посмотреть можно добавить свои иконки отдельные для быстрого доступа к различным функциях автомобиля отсюда же снизу настраиваются у нас вентиляции подогрев сидений и система кондиционирования климат-контроля который здесь имеется также отсюда мы можем посмотреть камеры которая у нас находится спереди также камера присутствует у нас заднего вида показывает направление колес и здесь же сверху можно быстро включить тот самый режим x-mod также сейчас машина выдала уведомление о том что пользователь ну то есть я водитель не зарегистрирована в системе все это происходит благодаря датчику который установлен у нас сверху от системы мультимедиа в нем находятся специальные камеры которые распознают водителя и понимают когда допустим он устал ему нужно отдохнуть и сообщают собственно об этом что лучше остановиться сделать перерыв отдохнуть и потом поехать дальше также эта система безопасности который среди завалителем учитывать не только показания с этой камеры то есть состояние самого человека за рулем но это как едет машина в потоке то есть допустим если вы начинаете часто очень прижиматься к обочине к краям полосы своей не соблюдать дистанцию так далее машина сопоставляет эти два параметра и выдает вам оповещение о том что нужно все таки точно остановиться и сделать перерыв также удобно то что у нас управление не полностью завязана на магнитоле а выведены кнопки быстрого доступа то есть здесь у нас имеется кнопки регулировки температуры климат-контроля чтобы мы не отвлекались на экран не искали где на нажать определенную кнопку прям у нас физические кнопки выведены по бокам кнопки обогрева переднего стекла и заднего настройка радио и регулировка громкости выведены прямо на физические кнопки что очень удобно будет за рулем снизу под мультимедиа систем у нас находятся зарядки и избита и все быстро зарядка кстати стандартный избитой 0 и разъем aux под ним есть такая небольшая полочка куда можно положить ваш телефон либо другие мелкие вещи два подстаканника достаточно больших кстати для ваших напитков подлокотник у нас двойной то есть можем его открыть здесь у нас небольшая такая полочка есть для ваших вещей либо уже открыть сам подлокотник куда-то месяца гораздо больше мелких вещей которые вам необходимость собой тут же у нас есть разъем прикуривателя и среди чем же также сверху у нас здесь есть люк с автоматическим приводом который работает в двух положениях шторка у нас механическая тут же есть отдельное место для хранения очков подсветка для передних пассажиров зеркало заднего вида кстати у нас электронная у водителя и у пассажира имеется козырек зеркалом и с подсветкой автоматической на заднем ряду на самом деле очень много места на удивление дома будет меньше я сейчас сижу за самим собой то есть никак не двигался сидение места еще очень много то есть я даже сижу с таким прям комфортом кармашки у нас здесь двойные в передней сиденье для задних пассажиров на центральной консоли есть две зарядки как и спереди в принципе одна из них тайп си быстрая и 2 usb 20 стандартной и две кнопки подогрева задних сидений подлокутник с двумя подстаканниками спинки сидений у нас могут также откидываться назад чтобы сидеть более комфортно вот таким вот образом максимальном своем положении я думаю вот так вот можно преодолевать многие тысячи километров и кстати автомобиль у нас новые как все новые автомобили всегда это повторяю нуждаются в оклейки в защитную пленку потому что она отлично защищает окрасное покрытие от различных внешних воздействий будь то пескоструй мелкие камушки притертости на парковке воздействие химии на лак и так далее это отличный вариант для того чтобы защитить вашу машину на долгий срок поэтому обращайтесь нашу тюнинг-центр и мы все это сделаем с радостью на абсолютно любой автомобиль в компании про тюнинг по итогу получается что subaru outback достаточно универсальный автомобиль который при этом имеет заточку больше под внедорожье преодоление различных препятствий вне дороги общего пользования асфальтированы при этом машина имеет ряд своих особенностей как оппозитный двигатель и система мультимедиа которая у нас достаточно необычно сделано и так далее и кстати также у нас машина обладает достаточно хорошим оснащением салона как я говорю кожаные элементы и так далее очень приятно находиться и ехать на далекое расстояние на таком автомобиле эту машину как я говорил мы пригнали специально для нашего клиента из америки с полным пакетом документов полностью все что нужно для оформления автомобиля здесь у нас в россии сразу имеется это огромный плюс при покупке автомобиля в нашей компании то что мы можем доставить автомобиль откуда угодно любая машина сразу вы получаете полный пакет документов и все что вам нужно чтобы не тратить лишнее время и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал потому что там мы выкладываем все автомобили которые находятся в наличии в наших автосалонах городе краснодар и городе москва также автомобили которые в пути либо доступны на заказ в наших автосалонах и не забывайте подписываться на наш youtube канал на котором выходит этот видеоролик пишите комментарии что вы думаете об этом автомобиле обязательно ставьте лайки и ждите выхода новых видеороликов